В Ульяновской области продолжаются работы по устранению последствий весеннего паводка. Вопрос обсуждали в правительстве на заседании областной комиссии по чрезвычайной ситуации. Как сказал начальник главного управления МЧС России по Ульяновской области, генерал-майор Михаил Осокин, пик паводка наступит только на следующей неделе. На данный момент в регионе остаются потопленными 4 низководных моста и 16 придомовых территорий. Подтопление наблюдается в Новомолоклинском, Целенинском, Старомаинском, Ульяновском районах. В некоторых населенных пунктах вода продолжает пребывать. Так, в Ишеевке уровень воды в Свияге вырос на 25 сантиметров, а в селе Красное Синьяково вода поднялась на 50 сантиметров. Благодаря заблаговременным мероприятиям, которые были проведены на территории области, по минимализации последствий паводка, было достигнуто то, что крупных подтоплений на территории области допущено не было. Но скажу одно, что обстановка еще остается более серьезной. Думаю, что еще 3-4 дня подтопления на территории области также. Уровень воды в реке Сельдь достиг отметки в 543 сантиметра, что на 193 сантиметра выше нормы. При сохранении данных погодных условий уровень воды может достигнуть 600 сантиметров, что является опасным явлением. В Ульяновске подтоплены территории 11 домов и двух предприятий на Московском шоссе. Только за сутки в областном центре частично ушел под воду один жилой дом и семь придомовых территорий. В целях минимизации последствий подтопления таланными водами в районе Юго-Западной поселка Вырыпаевка проведены противопавленные предприятия по возведению защитных инженерных сооружений. Была прокоплена водоотноводная канава протяженностью более 600 метров. В районе стыка объездной дороги А101 улицы Шигаева проведено оповещение населения постоянно проживающих в СНТ залив, залив-2 и импульс. По словам главы города, в целях предупреждения угрозы подтопления микрорайона Вырыпаевка и поселка Мостовая проводится контролируемый сброс воды через гидротехническое сооружение по ОТ+. Угроза подтопления моста около Арского, по которым идет жизненно важная дорога, связывающая села Арска и Погребы с городской инфраструктурой, минимизирована. Вода отступает, но движение по мосту по-прежнему перекрыто. Заметно выросла нагрузка на гидротехнические сооружения. В паводковый период министерствам запланирован осмотр 44 гидротехнических сооружений, в том числе 39 бесхозяйных. Они находятся в неудовлетворительном состоянии. Осмотры 44 ГТС начались с 13 марта и продолжатся до 30 апреля. По состоянию на сегодняшний день из 44 ГТС осмотрено 16. Из них 8 потенциально опасных. Отсутствовала транспортная доступность к 9 ГТС. Из них 4 потенциально опасных. Главам администрации муниципальных образований поручено держать на особом контроле прохождение паводка на ГТС, а также провести расчистку подъездных дорог, организовать круглосуточное дежурство руководящего состава аварийных бригад. Почему ГТС остается без хозяинами? Этот вопрос Алексей Русских переадресовал по прямой связи всем главам районов, где эти объекты есть. До сих пор 39 ГТС как были без хозяинами, так за два года они и стали без хозяинами. Старая кулатка на связи? Добрый день, Алексей Юрьевич, на связи. У нас 2 ГТС, это средний Терешанский, уже сейчас идет декларация, оформляется. И у нас тоже на стадии оформления, у нас идет ГТС в Авраге-Заводской. Мы уже сейчас ждем решения суда и после этого уже начинаем оформление. А два года вы чем занимались? Во время отчета главы Минтранса Сергея Воронцова губернатор обратил внимание на плохое состояние дорог. Вот у нас зафиксированы были проблемы на 21 участке автомобильных дорог. Это два участка федерального значения. Значит, в Целининском районе Казанская дорога. На сегодняшний день, значит, все мероприятия, необходимые дорожными организациями, проведены, проезжая часть. Да, только яма на яме. Так-то вы все провели, только одна яма на другой яме. И колеса все меняют. Алексей Русских потребовал в срочном порядке провести ямочный ремонт, пока погода позволяет. По информации синоптиков, уже на следующей неделе столбик термометра будет держаться выше нуля даже ночью. Если в понедельник температура воздуха в ночные часы у нас составляет 2,7 градусов тепла, то к концу периода, к 12 апреля, температура воздуха в ночные часы повысится до 6,11 градусов тепла. Дневная температура также будет повышаться. Если в понедельник она составит 12-17 градусов тепла, то к концу периода она повысится до 17-22 градусов тепла. Губернатор поручил главам муниципалитетов круглосуточно контролировать прохождение паводка и оперативно устранять последствия. Все силы и средства для борьбы с подтоплениями переведены в режим повышенной готовности.